привет народ привет youtube как замечательная у нас погода утром баланс снежок всего лишь минус 3 4 градуса мороза и под одним из видео попросили катя не хотите ли вы поговорить о юморе очень хочу все дело в том что юмор это очень важная черта в жизни современного человека владеть чувством юмора это искусство хочу вам сказать по той простой причине что наш мир такой сложный наш мир депрессивный мы постоянно ощущаем какие-то стрессы на себе тяжесть всяких проблем и вот как раз юмор помогает немного разрядить обстановку юмор сатира даже где-то цинизм я считаю себя очень циничной теткой но это в силу многих причин одна из них комплекс неполноценности воспитанные дворянской семье 2 это голодное детство деревянные игрушки нет на самом деле я училась замечательной школе где нам развивали чувство юмора и 3 я росла в семье медиков и биологов а там без черного циничного юмора ну просто никак включая анекдоты про смерть например шакир пойдем например умирает абрам вокруг него стоит все его плановое семейство и скажи скажи абрам скажи пока ты не умер скажи почему у тебя по такой получается хороший чай граждане евреи не жалейте чая за варку и умирает но это самый простой пример это те анекдоты которые я слышала с детства или некоторых анекдотах не говорили закрой уши зачем это говорили вообще непонятно потому что все равно все было слышно но сей факт был и это неплохо в принципе к тому же чувство юмора она неплохо развивается при просмотре юмористических передач даже пускай самого такого толка невысокого качества при просмотре сетевических фильмов интересных журналов кино журналов тип типа фитиль обожаю фитиль потапать ну что ты на всех кричишь вот такой потап еще серьезные смотрите на него деловая колбаса и поэтому если вы будете регулярно просматривать интересоваться фу нельзя нельзя сказала будете интересоваться просматривать а вот такие такого рода передачи он не угоморит потом то я вам гарантирую что постепенно чувство юмора вас спасет вас вас разовьется во спасение я сказала не зря это оговорочка по фрейду потому что меня в свое время чувство юмора спасло не стать шестеркой да да не удивляйтесь я вынуждена была неоднократно это повторю лежать в больнице с лицами из мест не столь отдаленных которые новеньких воспринимают как чужих и устраивают им всячески неприличные каверзные ну подставы или какие-то неприятные ситуации которых обычный интеллигентный человек теряется теряться не надо надо учиться отвечать если вы будете отвечать с юмористическим наклоном гарантирую что результат будет намного лучше чем скажем если вы будете прятаться и занудствовать такая неприятная ситуация может сложиться потому что неизвестно к чему вас подготовит дальнейшее существование жизнь неизвестно какие при подгасе сюрпризы ввиду того что жизнь вообще сложная штука умейте отвечать умейте приводить пример смешные какие-то истории из жизни примечайте юмористические какие-то элементы которые помогут вам выйти из крайне неудачные ситуации что касается для женщин особенно вот мы виртуально очень хорошо дружим с каналом юная дива и леночка как никто владеет очень хорошим чувством юмора и мне это нравится имеет импонирует потому что это действительно поддерживает это оптимизирует это дает некоторые ты за тобой знаете заряд молодости бодрости не бойтесь иногда казаться смешным конечно когда это приходит границы как моих породиях это иногда некрасиво я это осознаю но не бойтесь быть смешным и для женщин одиноких посоветую особенно развивать чувство юмора потому что лучше быть озорной какашкой чем простите унылым говном и это по жизни так к сожалению не у всех лиц может развиться чувство юмора например лица задержка психического развития и слегка мужественной осталось они юмор не понимают но если тренировать навык то можно вполне добиться неплохих результат хотя бы по рассказыванию анекдот например легли вы не дай бог в больницу чем заниматься в больнице лежать и страдать ни в коем случае рассказывайте истории рассказывайте анекдоты рассказывайте пересказывайте передачи юмористические вы будете не только вознагражденные похвалами своих коллег по палате но и будете как говорится популярны и обретете масса в себе знакомых и друзей это опять же говорю вам в это надо в себе развивать никому поверьте мне ни в одном коллективе не понравится зануда ни в одном будь то мужской или женский который приходит и говорит ой как зимболка ой как ужасно да что же то у меня за жизнь такая муж пьет сама чуть не спилась да мне никакого покоя нет да цены растут кому вы такая будете интересно никому сейчас я собаку заберу шаги 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 ко мне я уже здесь камни скорей криками конечно вы такому человеку таким человеком и будете интересны абсолютно по той простой причине что это ну и так жизнь не тяжелая я уже начинаю повторяться поэтому давайте хохотать давайте веселиться давайте думать о том что другим может быть стать лучше от того что вы станете веселее веселее вот я смотрю каштановый аллеек двадцати шестилетие самарского нотариата обалдеть все ясно будем знать что было 26 лет самарскому нотариату ох ну молодцы чтобы что высадили видимо это было какое-то торжественное мероприятие поэтому друзья мои юморим веселимся продолжаем жить продолжаем чувствовать жизнь а именно сатиры юмор и ирония позволяют жизнь чувствовать а что когда занудствуете ничего хорошего к сожалению не происходит вот такие мои мысли о юморе спасибо за темку темка фу самарский вы темка темочка с вами была Глафира Абрамовна шакиры мы плохого с ней не посоветуем хорошим тоже не научим но иногда нас пробивает на болтологическое видео нас мы же говорим нас все я дошла до последней ручки зоо зоологии это же представляю собаку с человеком на самом деле я очень в детстве любила читать Джек Лондона и у него есть отличная фраза чем больше я узнаю людей тем больше я люблю собак так же и я всем приятного вечера или доброе утро и помните что все в жизни переменчиво идем с улыбкой по жизни с улыбкой перестаем грустить все улыбкой